здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала после небольшого перерыва я опять вернулась на свой канал сегодня я предложу вам рецепт из армянской кухни будем готовить арцахскую готовь или по-другому называют карабахскую готовь рецепт я взяла из армянской кулинарной книги в оригинальном рецепте ингредиенты для очень большой порции я взяла ингредиенты на половину порции для сегодняшнего рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты это пока те ингредиенты которые нам понадобятся для теста теплое молоко мука растительное масло топленое масло яйца у меня здесь два целых яйца и один белок один желток я оставлю для смазывания готы сахар соль дрожжи сухие у меня и ванилин ванилин или ванильный сахар у меня ванильный сахар оригинальный рецепт этой готы готовится на топленом масле но я взяла 70 грамм топленого масла и 30 грамм растительного масла можете готовить только на топленом масле можете готовить только на растительном масле если у вас нет топленого масла его можете заменить на сливочное масло, но предварительно его нужно растопить. Рецепт топленого масла есть на моем канале, ссылку найдете в описании под этим видео. Сначала готовим опару для теста. Сюда добавлю 1 чайную ложку сахара от общего количества. Залью теплым молоко. Молоко должно быть теплое, но ни в коем случае не горячее. В горячем молоке дрожжи погибнут. Слегка смешаем и уже добавляем муку из общего количества, ложек 5-6. У нас должна получиться кремообразная масса. Вот по такой густоте должна быть масса. Сверху накрыла пищевой пленкой и оставлю на пойдем на 15-20 минут. Опара очень хорошо подошла. Теперь в опару добавлю сахар, ванильный сахар или ванилин, или ванильный экстракт, что у вас есть под рукой. Добавлю растительное масло. Добавлю топленое масло. Добавлю щепотку соли. Это одна треть чайной ложки. Слегка перемешаю и начинаю вводить муку. Мука обязательно должна быть просеянной. Немножко муки оставлю для работы с тестом. У нас должно получиться мягкое и эластичное тесто. Поэтому муку добавляем порционно. Добавлю еще немножко муки. Замешу тесто на столе. Стол слегка посыплю мукой и переложу тесто на стол. Вот такими складывающими движениями замешиваем тесто. Периодически подсыпаю муку. Получилось мягкое и эластичное тесто. Кладу тесто в миску. В миску заранее смазала растительным маслом. Кладу тесто. Сверху накрою пищевой пленкой и поставлю на подъем. Приблизительно 45-50 минут. Пока тесто поднимается, я готовлю начинку. Начинка называется хорис. Для хориса нам понадобится мука, сливочное масло, ванильный сахар или ванилин и сахар. Сливочное масло нужно растереть с мукой в крошку. А ванильный сахар добавлю в обычный сахар. Нужно растереть в крошку. У меня получилась вот такая влажная масляная крошка. Теперь сюда добавлю сахар с ванильным сахаром. И тоже вот так смешаю рукой. Можете добавить сахарную пудру вместо сахара. Можете ароматизировать хорис, добавляя разные специи. Допустим, кардамон, гвоздику, корицу. Это по вашему вкусу. Я ничего добавлять не буду. Добавила только ванильный сахар. Тесто подошло. Оно очень хорошо увеличилось в объёме. Переложу тесто на стол и поделю его на части. Толст слегка посыплю мукой. И переложу тесто на стол. Поделю тесто на три части. Постарайтесь, чтобы кусочки теста были примерно одинакового размера. У меня получилось три кусочка теста. Каждый вес приблизительно 450 грамм. Сделаем аккуратные колобки. Кусочки теста сверху накрою пищевой плёнкой. И дам отдохнуть 5-10 минут. Раскатываем первый кусок теста. Раскатываем не сильно тонко. В центр теста кладём начинку хорис. Хорис я тоже поделила на три ровные части, так как у нас три кусочка теста. В центр теста кладу хорис. Собираю тесто с краёв к центру. И хорошенько защипываю. Я перевернула гату швом вниз. И теперь нужно с помощью скалки раскатать гату не сильно тонко. Но желательно, чтобы был красивый круг. И таким образом хорис внутри распределяется равномерно. Переношу гату на противень, на пергаментную бумагу. Таким же образом сделаю остальные две коты. Заготовки сверху накрою пищевой плёнкой. И дам отдохнуть 5 минут. А в это время нужно разогреть духовку. Прошло 5 минут. Теперь гату сверху смажу яичным желтком. Я сюда добавила одну столовую ложку воды. Можете добавить молоко. Порошенько размешаю. И аккуратно помажу сверху. В рецепте говорится, что высота сырой коты должна быть и 2,5 см. Приблизительно такой высоты у меня получается гата. Сейчас мы на гату нанесём характерный ромбообразный узор. А теперь нужно проколоть вилкой. Гату поставлю в заранее разогретую духовку. Температура духовки 180-190 градусов. Понадобится приблизительно 20-25 минут. Я ставлю в духовке до румяного цвета. Первые 2 коты я достала из духовки. Отправила в духовку третью коту. А это пока подождём. Пусть немножко остынет. Потом попробуем. Кота уже почти остыла. Она слегка тёплая. Порежу и посмотрим, как выглядит внутри. Такая очень мягкая и очень ароматная гота у меня получилась. Жаль, что камера не передаёт аромат выпечки. Гату, как только я достала из духовки, ещё в горячем виде, сверху смазала мёдом. Но это при желании. Если хотите, можете смазать. Если нет, нет. Мёд даёт выпечке превосходный блеск. Это очень вкусная выпечка. Советую её приготовить. Таким был мой сегодняшний рецепт. Надеюсь, он вам понравился. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Это будет ваш вклад в развитие моего канала. А я, как всегда, желаю вам удачного дня, отличного настроения, мирного неба и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok